Друзья, всем привет! Димас, мои руки сегодня. С вами чайная ложечка. Сегодня будем снимать как я солю икру. Красть сегодня будет кунёвая, вот такая вот вкусная. Я её собирал тут значительное время и чуть заморозил. Сейчас вот она оттаяла, стекла я её промыл. Почему окунёвая? Они там щучья какая-то, щучья будет чуть позже, весной. В начале весны попробую тоже сделать. Просто окунёвая икра, она очень удобная в плане соления. Смотрите, какие мешочки. Очень удобная. Просто замечательно она отделяется от оттонки. Процесс очень лёгкий, не как щучья, не какая-то там плотвийная, там ещё какая-то из судака. Хотя судакам не знаю, мне кажется, как и у окуня. Я ни разу судака не видел, из честной икру, по крайней мере, живую. И начнём. Просто возьмём тарелочку, возьмём икру. У нас тут вот разбитая есть, самая крупная. И она вот смотрите, как хорошо отделяется. Просто ложечкой. Просто ложечкой берёте её и так исчищаете. Сейчас покажу здесь, что останется. Конечно, чуть-чуть отделяется от онкруто. Но намного проще, чем делать это с щучьей икрой. Хоть сильно напрягался, всё почистил. И вот такая штучка получилась. Такая вот пузырь, как у него у нас получился. Это мы всё, естественно, отдадим кошкам или выкинем, куда вам удобно. У нас сегодня понадобится масло растительное для приготовления. Соль. Любая мелкая, крупная, какая у вас есть. И вот семена укропа. Кто хочет бессемян укропа, кому они противные, можете добавлять. Или чуть-чуть совсем, там, три зернышка добавить. Ну и любая банка, там, для закрытия, где вы будете это хранить. Масло идёт как консервант, так что его нужно точно добавить достаточно много. Ну и всё, приступаем к остальной очистке наших таких вот мешочков окунёвых с икрой. Продолжаем в таком же духе. Смотрите, как отличается. Вот это икра не мороженое. Вот это белое. Вчера окунение наловили. А, такая светлая получается. А вот это вот мороженое, оно более тёмное. Буквально прям раз, и всё готово. Так что вот такое занятие ещё будет продолжать. Увидимся, уже полную тарелочку сделаю. Ну вот, смотрите, вот я отделил именно икринки. Естественно, лучше брать окунь крупнее. Там, если самочку поймаете, там грамм 200-300. Ну, 300 оптимальное. Там замечательный получится мешочек такой вот с икрой. Мелкий окунь, да. Как бы окунь, он, ну, как любая рыба, он может нереститься уже с малых мер. Ну, я набрал там везде. Из маленьких и крупных у меня получилось столько. И сейчас её надо немножко взбить. Для этого мы посолим. Где-то буквально, ну, в зависимости от количества, ну, пол чайной ложки соли. И вот это всё сейчас мы аккуратненько взобьём. Где-то минут, ну, минут пять. Однородная масса, чтобы у вас получилось. Икринка как икринки. Без масла у вас, конечно, это не получится, но поделится. Просто если вы сразу добавите масло, оно там начнёт взбиваться, и не тот эффект будет. А нужно с солью. Буквально пять минут покрутить, повредить вот так. Можете также добавить сразу вот семена укропа. Такое количество вот я добавлю. Помну немножко. Можете не мять. Но он будет более ароматный. Прекрасный запах укропа. Кстати, семена очень полезные, если кто не знает, загуглить. Если вы делаете там с любой другой икрой, то же самое процесс. Ну, красная нет, она более такая нежная. Проткнёте, может быть, её. А с любой речной рыбой вот такой процесс, так сказать, сбалтывания, отделение икринки. Икринки это, ну, все икры-то происходит. Не обязательно пишите, если кто-то делал такую же икру. Ну, не обязательно окунёвываю, там, щука, там, ещё плотва, карта, там, ещё. Как вы делаете? Может, новый там способ? Интересно было бы узнать, попробовать сделать. Ну, мне вот этот способ понравился, интересный, обычный, простой, самый простой. Ну, пять минут где-то позбивали, и масло добавим где-то миллилитров сто. Ну, зависимость от объёма. Вот это зависит от объёма икры. И всё не спеша, уже как бы не так сильно, активно всё с маслицем взбиваете, чтобы как бы масло обволокло все икринки. Естественно, но потом, когда вы в банку уберёте, всё всплывёт наверх, и уже будет как консервант действовать. Ну, чтобы воздух не попал, там, и ничего из продукции не испортилось. Любая консервация, это процесс. И избавление продукта от воздуха, вакуумирование, так сказать. И у вас будет храниться, ну, всё дольше. Объём сразу прибавляется из-за масла. Цвет меняется, становится более светлый. Ну, даёт эффект масла своя. Из-за этого сильно сбивать не надо, так чуть-чуть. Видите, уже икринки, уже становится более светлая масса. Ну, всё, вот, смотрите, отлично перемешалось. Сейчас будем по баночкам раскладывать. Получается, две баночки. Ну, я как бы рекомендовал бы ещё залить чуть маслице. Ну, оно будет масло там по-любому. Вот так немножко сверху, вот так дать. Всё, вот это закрываем. Такие штуки получаются у нас. Неделя уже, ну, в зависимости от, как вы хотите, чтобы просолилось. Сильно слабо. Можно уже пробовать. Всё есть. Естественно, лучше хранить всё это в холодильнике. 3-5 градусов тепла. Я думаю, пару месяцев в это точно хранится еда. После вскрытия, естественно, чуть поменьше, наверное. Попробуем потом, я думаю, через несколько дней на вкус как получится. Я знаю, на вкус приятное, вкусное. Так что рекомендую вам сделать. Рецепт простой. Как бы единственное, надо поймать рыбу, окуня. И желательно покрупнее. Всем приятного аппетита. С вами был Димас. И окуневая икра. Всё, пока-пока. Увидимся.